Пьеса «Шок» увидела свет год назад. В центре сюжета история Ольги Ширяевой, архитектора, женщина, судьба которой тесно связана и с нашим городом, и с нашим театром. Оказавшись на Саровской сцене в качестве заключенной, она была оформителем первых спектаклей, отделывала коттеджи для физиков и ядерщиков и спроектировала один из жилых домов. А еще она стала гражданской женой Иякова Зельдовича, из-за чего и получила свой второй срок. Сложная судьба этой сильной женщины впечатлила начинающего драматурга Екатерину Ходикову. Мы стали изучать судьбу этой женщины, и оказалось, что там, собственно, ничего придумывать и не нужно. То есть там такая драма в жизни была. Это человек такой силы воли, такого сильного духа. Такие истории нужно рассказывать. Это герой нашего времени. Спустя год после выхода спектакля драматург отправила материал на литературные мастерские, которые организует Ассоциация союзов писателей и издателей. В Приволжском федеральном округе организаторы отобрали 50 талантливых писателей и драматургов и пригласили их на очные мастер-классы в Нижний Новгород. Число участников вошла и Екатерина. Это четырехдневные мастерские, в ходе которых шел непосредственный разбор наших произведений, плюс работа секций. То есть, например, я для себя выбрала секцию киносценаристики, и в течение четырех дней по пять часов в день мы учились писать сценарии непосредственно для фильмов. Также мы разбирали произведения, которые представили на этот конкурс. У нас мастером курса был Дмитрий Данилов вместе с Еленой Исаевой. Пьесу Екатерина назвали одной из лучших в конкурсе. Она получила одобрение мастера курса. Дмитрий Данилов принял шок очень благосклонно и предложил вывести его на большую сцену. Это лестно, это приятно. Внимание такого мастера – это всегда приятно. И я постараюсь учесть все его замечания и доработать пьесу. Теперь шок будет опубликован в литературном сборнике. Дмитрий Данилов и драматург Елена Исаева пророчат пьесе «Успешную сценическую карьеру за пределами Сарова». Екатерина Пёнова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.